Смотрите, проходил мимо кучи листьев и заметил, кто-то бросил на утилизацию. Неплохое начало. Черниковская, безалкогольная. Еще вот такая вот Роберт Домс, но эти чаще попадаются, а это реже. Но если сравнивать, то этих могут найти 10 штук, а эту одну, или вообще не найду. Поэтому для обмена пригодится. Смотрите, какой раритет стоит. Всем привет! У меня сейчас происходит два обмена. Один обмен с коллекционером из Беларуси, второй с украинцем. Ну и так, так как Беларусь отправил мне посылочку раньше, я ее отслеживал по трек-номеру. Сообщение пришло, что она приехала в Украину. Ну и сегодня я ее планировал забрать, заодно отправить украинцу, чтобы два раза не стоять в очереди среди пенсионеров. Украинец меня отправил, номер уже, но что-то я по этому номеру не мог отслеживать. И тут бац! Вот по этому номеру, он вместо четверки указал пятерку. По четыре, четыре он приносит мне посылочку с утра. Так что будет сегодня распаковка. Ну а это я им отправляю. Белорусскую тоже посылочку сейчас получу. Ну и по этому поводу решил пройтись. Пока еще осень, не выпал снег. И кстати, почему я в лесу обычно еще, видите, вот сегодня понедельник, дворник уже все подмел на кучи. Понятное дело, в мусоре рыться не будешь. Это парапет за супермаркетом. Ну валяются, конечно. Ну в основном такие вот. Рогань, Черниговская. Плюс под ногами полно, но они все уже протерты. Поэтому только в лесу и шанс найти интересное. Ну или вставать нужно в 6 утра после бурных пьянок. В пятницу, в субботу, в воскресенье. Про вставать в 5 утра, это конечно шутка. У меня еще крыша не настолько поехала, чтобы искать пробки в 5 утра, переезжая дворников. Кстати, Рогань, у них вышел новый дизайн уже, еще не находил, только в интернете видел. Ну а эти особо раньше не подбирал. Сейчас нужно запастись, потому что скоро они пропадут. Например, как вот эти вот, Хайк, такие уже не выпускают. По-моему. Или вот Закарпатская. Закарпатская так и не нашел. Пока новую. Ну а цель у меня сегодня найти другие, потому что обмениваюсь сейчас коллекционером из России. И он выбрал пробочку, которые, оказывается, в обменнике у меня закончились. Ну то же самое, как Рогань, только Чернигельская. Их много, особо идешь по улице, не подбираешь. Думаешь, что у тебя запас. А тут бац, и закончились. Поэтому вышел пополнить запас. Постараюсь найти, если найду, покажу. Посылочку отправил. Обошлась 19 гривен. Доллар сейчас 25 гривен. Можете посчитать, сколько 19. И забрал белорусскую. Это будет, обзор этой посылки будет в другом видео. Кто новенький, на канале подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот, кстати, я про нее рассказывал. Черниговская Белонич. Немножко, правда, поцарапанная. Эх, ну ничего. Возьму. Кстати, корона еще лежит. Вот вторая корона. Но я такие даже не подбираю. Они кому нужны? Их миллиарды, миллионы. На таком вот парапетике, в Глухомане, здесь дворник не часто бывает. Только крупный мусор собирает, а мелкий не изгребает. Даже листву, видите, не убирает. В общем, нашел вот десант. Отличная находка. Тетерев восьмерка. И еще карлинг. Но это не в одном месте. То есть прошелся вперед-назад. И вот такие три штучки нашел. Бинго! На парапете нашел пробки. Те, что мне нужны были. Кстати, я не сказал. Закончились вообще. Даже пришлось из коллекции вынимать. Ну, потому что обычно хожу, не обращаю на них внимания. Знаю, что их много. А тут закончились две штуки. И Соммерсби. Соммерсби. Это Сидор, кто не знает. Ну, и им меняться можно, когда только появляется новый дизайн. Когда ни у кого нету. Сейчас уже она не новая. Поэтому меняться можно или новыми, или очень старыми. Будем ждать лет 5-10. Пригодится может. Может и нет. Так, кстати, в прошлых видео под этим деревом делал заброс. Теперь отойду чуть в сторонку. Травы уже нету, так как летом. Это не трава. Хотя, не важно. В общем. Посмотрим, что можно достать. Вообще, можно или нет. Что-то есть. Но пока неинтересно. О, Злата Прага. И нормальное состояние. Пригодится. Еще разок. Злата Прага прилипла. Ух ты. Вот это неплохо, неплохо. Уже рассказывал, кто не знает. Это типа пивной напиток. Чил от Рогани. Но нормально. Пригодится. Так, еще. Сбоку один. Неопознанный боец. Так, еще разок. Ничего нету. Шейк. Черниговская. И еще один. Бэкс. О, вот это поинтересней. Мы Кулынецка. Тоже в нормальном состоянии. Берем. Еще два забросика сделаю. И буду идти домой открывать посылку. Что-то есть две штуки. Опиля. Старый дизайн. Какое-то шампанское. Какое-то шампанское. Золотая балка. Но шампанское такое нам не нужно. Показываю, что я нашел. Это такая прогулка была за час. Приблизительно. Основная цель у меня была пополнить запасы вот этих. Ну, этими тоже неплохо для обмена пригодятся. Ну что, я пошел домой. Буду распаковывать посылку, показывать. Не переключайтесь. Ну что, я уже дома. Сейчас будем открывать. Кстати, вот эти пробочки, про которые я рассказывал, что происходит обмен. Это обмен с коллекционером из России. Он выбрал больше пробочек. Я меньше. Но мы договорились, что я их временно отложу. Когда у него появится еще, я доберу. Ну и, соответственно, отправим. Вот эта пробочка, про которую я рассказывал. Которую вынял из коллекции. Так, нужно ли чем-то накрывать. Накрываем, чтобы они поцарапались. И смотрим, что приехало ко мне. Марочки я показывал. Марочки я порвал. Вот, блин. Ну, одна целая. А, нет. Ну, не все целые, в принципе. Это тоже. Ну, у меня такие есть. Так. Опа-опа. Нужно аккуратней. Ладно, поставлю на паузу. Разложу, покажу. Ну, я думаю, вы заметили, почему я открываю посылочки ножом или ножницами аккуратно. Они так небрежно, как в этот раз. Как видите, посылочка, вернее, пробки могут пострадать в посылке не при транспортировке, а при открытии. Если так небрежно открывать. Так, Гримберген. Много цветов у них разных. Нужно смотреть, есть у меня такие или нет. И, кстати, по поводу того, что я снимаю поиски пробок в лесу. Ну, нужно понимать, что коллекционеров не так много. Сибирская корона. Такая у меня поцарапанная. Такой нет. Нужно понимать, что коллекционеров не так много. И люди подписываются на канал чисто и даже, может, из-за поиска. На ютубе же много разных видео с поиском, с магнитом разного хлама, металлолома. Ну, и поэтому, если аудитория растет, нужно удовлетворять ее. Я думаю, это понятно. И вы не сильно критично относитесь к тому, что я ищу в пробочке. Так, вот такая вот московская. Пиво, московский пивоваренный завод. Не знаю, насколько они редкие. Вот еще такая интересная. Значит, что здесь написано. Поставляется поставщик двора его императорского величия. Величество. Нужно гуглить, что это за пиво. Кто знает, пишите. Польские. Вот, старенькие. Интересные. Это не сильно старые. Это варка, стронг, по-моему. Ну, и остальные. Тубр, Бавария. Все, видите. Новый утенос. Немножко с мятинами, но нормально. Гамбринус. На этом все. Поддерживаем видео лайком, комментируем, подписываемся на канал. Делаем репосты. Скоро будет новое видео и посылки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok